День с толком 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 лесовоз. Тоже было много хороших, а сверху были такие корявые. Бригада компании «Леспромэкспорт» в лесопарковой зоне АБ появилась несколько дней назад. Именно эта организация обслуживает участок. Работники валят деревья, которым, по мнению активистов, еще стоять и стоять. На самом же деле, как нам пояснили специалисты, под пилу попадают только больные деревья, которые могут заразить здоровые. Ведется санитарная вырубка, которая была согласована с экологами еще три года назад. Деревья, попавшие под пилу, выбирала специально созданная комиссия. Ей были выявлены и отмечены сосны, угрожающие соседним. В общей сложности в лесопарковой зоне АБ должны выпилить около ста кубов древесины. Лесники и экологи ожидали волны возмущения. Но желающим готовы объяснить принцип, по которому ведется вырубка. Представители компании «Леспромэкспорт» обещают в ближайшие дни на месте показать признаки болезни, из-за которых и пилят деревья. А между тем в Барнауле в правительстве региона обсуждали развитие материально-технической базы системы здравоохранения края, появление новых ФАПов, медицинского оборудования и ремонта больниц. Сколько средств требуется на эти цели? Смотрите далее. Состояние системы здравоохранения продолжает оставаться вопросом острым для края. Огромное количество претензий, вопросов, требований и так далее со стороны жителей Алтайского края. Мы с вами видим, фиксируем, отрабатываем. Но поток их достаточно высок. Так губернатор отреагировал на доклад министра здравоохранения Дмитрия Попова. В монологе развития материально-технической базы все хорошо. За год на ремонт больниц выделили более 2 миллиардов рублей. На эти деньги проводят капитальные работы, меняют лифты, благоустраивают территорию. Свыше миллиарда потратили на новое медоборудование – ультразвуковое, хирургическое, реанимационное. Поставка медицинского оборудования – это более 287 единиц современного оборудования, такого, которого ранее и не было даже в Алтайском крае. В первую очередь это рентген-симулятор для лечения больных онкологического профиля, для точности диагностики и прицельного лечения дистантного злокачественного образования. На 2020 год планы тоже наполеоновские. Начнут строить сразу 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов, еще 200 отремонтируют. Кстати, один ФАП обойдется краевому бюджету не менее чем в 4 миллиона рублей. На новое оборудование выделят свыше 300 миллионов, приобретут не менее 700 единиц. Еще обещают начать строить хирургический корпус Центра охраны материнства и детства на 165 коек, новую поликлинику в квартале 2002А и второй лучевой корпус онкологического центра. Сколько у нас запланировано денег? 2 и 1. И вы к чему ведете? Что 2 и 6 это больше чем 2 и 1? На 0,5. Чуть-чуть больше, да. И что будем делать мы с этим? Исходя из, опять-таки, это, скажем так, максимальная потребность, которую мы сегодня озвучиваем без, уважаемый Виктор Петрович, понимания пока реализации программы по первичной медико-санитарной помощи. В целом, согласно докладу министра здравоохранения для улучшения в сфере, необходимо 2,1 миллиарда рублей, но в идеале бы нужны 2,6 миллиарда, на что пока не решили. Известно лишь, что 230 миллионов не хватает на обновление машин скорой помощи. В общем, чтобы жалоб на медицину в крае было меньше, нужны деньги. Дорида Миллер, Николай Шелко, День с толком. Уходящий 2019-й – это год начала реализации нацпроекта развития малого и среднего предпринимательства. Представители власти, крупного бизнеса и те, кто только начинает свой путь на рынке, встречались в этом году уже неоднократно. А накануне состоялась еще одна конференция. На этот раз говорили о развитии сельского хозяйства, инструментах финансовой поддержки бизнеса и о том, как участвовать и побеждать в госзакупках. Сразу несколько круглых столов. Участники – предприниматели со своими проектами, которые требуют инвестиций. Как их получить, рассказали на конференции, а именно о доступных финансовых инструментах, льготных кредитах, продуктах банка МСП и поддержке сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство мы активно поддерживаем всеми инструментами, которые у нас есть. Сегодня у них шанс расширить свой кругозор, напрямую задать вопросы не только нам, к этому «Одному окну для бизнеса», которое мы сейчас создаем в рамках центра «Мой бизнес», но и федеральной структуре, которая обязана все варианты поддержки им сегодня рассказать. Федеральная структура – это корпорация МСП. Одно из важных направлений, с которым она работает – это финансово-кредитная поддержка. На круглый стол пришли предприниматели, которые заинтересованы в развитии своих проектов, в том числе и инвестиционных. Они смогли задать вопросы и получить профессиональные ответы о тех возможностях, которые есть у корпорации и фонда для финансовой поддержки. Рассказали предпринимателям Алтайского края о тех возможностях, которые они имеют, если обратятся в корпорацию, за привлечением кредитных ресурсов, за привлечением гарантийной поддержки, поручительства, если у них будет необходимость приобретения оборудования в лизинг, каким образом правильно взаимодействовать с региональными лизинговыми компаниями. Кроме того, в рамках круглых столов обсудили, как участвовать в закупках с крупным заказчиком. Для этого на обсуждение пригласили представителей федеральных компаний. Такой открытый формат планируют сделать традиционным. Андрей Дриера, Николай Шелко. День с толком. Сегодня известному артисту, киноактеру и политику, бывшему губернатору Алтайского края Михаилу Евдокимову, исполнилось бы 62 года. А накануне барнульские общественники выступили с предложением присвоить имя Евдокимова Алтайскому краевому колледжу культуры и искусства. Из биографии Михаила Сергеевича известно, что после школы будущий артист учился на балалайшника именно в этом заведении. Тогда оно называлось Барнаульское культпросветучилище. По словам общественника Данила Дегтярева, идея назвать именем Евдокимова колледж культуры появилась давно. Еще в 2005 году, вскоре после смерти артиста, краевая власть постановила увековечить память Евдокимова. Но за много лет дело так и не продвинулось. Дегтярев считает, что присвоить колледжу культуры имя политика и артиста – это оптимальный вариант. Мы понимаем, что переименовать улицу – это дорого и сложно, хотя они появлялись все это время. В данном случае это то, что непосредственно с личностью человека связано, и мы считаем, что это вполне логично. Все свои доводы активисты изложили в петиции, которую уже направили губернатору Виктору Томенко и министру культуры края Елене Безруковой. Общественники надеются на положительный исход. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар».